Продолжаем осматривать интересные места санатория Лесные озера. Это футбольное поле, а вот здесь солнечное место, и отдыхающие принимают солнечные ванны. Вот это лечебный корпус, а переход с саражирейным залом идет второй. Живой корпус. И впереди первый живой административный. Дальше по территорию коттеджа. А вот это аллея белорусско-российской дружбы. Заводжена в годовщину 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. А впереди место для принятия солнечных ванн. Место для курения. А вот эти скульптуры стали очень давным-давно, лет 30-40 лет назад, когда здесь даже не было профилактория, а был просто пансионат. Продолжение следует... Это всё пережитки социализма. Которые, как сейчас говорят новые историки, в бежевых рукавицах держали народ, и он пахал только от дозре до заре. А во ферракториях кто отдыхал, неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Когда потеплеет, где-то в июне месяце, на воду спустят вот эти две лодки, два катамарана, ещё будет моторная лодка. Буду давать на прокат. Там есть пляж очень хороший на территории санатория. Ухоженный пляж. Вот баня-бочка, которая тоже сдаётся в аренду. Её можно арендовать с доставкой на место. Что? 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 Вот тоже зона отдыха, а это вот пожарный водоем. Здесь можно, если взять удочку, половить карасика. Это пожарный водоем на территории санатория. Есть карасик. На рыбу ходит ловить на озеро Долгое. Просто решил попробовать на Мышинг ловить карася. А вот это все экологический заказник или заповедник местного значения и республиканского. Здесь можно ходить, собирать любые ягоды, собирать. Но нельзя рвать дикоросы и рубить деревья. Впереди озеро Долгое. Длинное, переводи на русский язык. А вот это один из исторических знаний. Это одни из первых коттеджей, которые были. Вообще-то история этого санатория на этой территории в старину был водный курорт на воды. Немецкий медик определил, что здесь минеральные источники и организовал здесь курорт водный. Само здание время не сохранило, потому что на его месте был детский дом. Потом перепрофилировались, построили первую постройку, они тоже уже не сохранились. Здесь был обычный летний пансионат или как это самое, летние домики отдыха. Потихоньку перерос профилакторий, появилась лечебная, некоторая база минимальная. А сейчас это уже вполне полноценный санаторий с лечением, с процедурами. И даже есть такие некоторые аппараты, реакторы, которые могут позавидовать даже некоторые крупные европейские. Вот это домики для отдыха, построенные коттеджного типа. Вот с каждой коттеджик в вход имеют свой персональный балкон. Есть двухместные номера, семейные, ну там все равно можно детей положить. А есть четырехместные номера для большой семьи. Они имеют еще, вон видите, далеки, второй этаж, где может еще семья находиться. Вообще очень здорово и на фоне европейских цен вполне доступно. На этом заканчиваю наш обход санатория. Показал самые интересные места. Санаторий очень хорош для отдыха, для тех, кто любит тишину и покой. Любит природу. Приезжайте, получите удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...